здравствуйте с вами михаил ларин перед нами открыта страница сайта youtube где как видите содержится ролик анализ данных программе табло мы воспользуемся этим роликом а также данными как на которых построено это видео для того чтобы сравнить табло с программой типка на этом же примере здесь взяты данные я заранее открыл это московский сайт портала портала открытых данных и содержит данные в виде таблицы субсидии вид выданные московским предпринимателем как видим такую таблицу без специального инструмента что она у меня еще не работает без специального инструмента просматривать очень тяжело и скорее всего здесь без него ничего не увидим и не поймем и вот авторы ролика ролика анализ данных программе табло вот дальше нам анализирует и показывает по очереди возможности табло и мы с вами воспользуемся этими данными для того чтобы сравнить две системы табло и облик но я обращаю внимание именно на этих примерах вот перед нами открыта во первых еще одна программа облик аналитик которая содержит базу знаний и вот я в нее загрузил те примеры они здесь нагляднее смотрятся которые там пытался показать в ролике это как мы видим динамика выдачи кредитов по годам видимо вот года внизу подписаны для различных типов предприятий 3 малое предприятие микро и среднее предприятие вот если вы посмотрите здесь вот на эти картинки вот вы что-нибудь здесь выводите русское слово есть выводить кроме того я дополнительно уже в программе табло решил еще одну более сложную задачу вот она перед вами ухты сюда она не вмещается здесь где на одном графике изображены все три предприятия все три типа предприятия и с их динамикой и вот эти визуальные образы мы будем с вами пытаться сейчас получить и так вот перед нами открытая система облик вот типка типка спортфайл ну они пишут что у них и загружена эта таблица у них интуитивный интерфейс и я на это полагаюсь беру выделяю сумму просто хочу взять для построения графика и хочу взять для построения графика прежде всего по датам посмотреть так даты и суммы ой что такое эту кнопку нажал вот контроль нажимать и сумма и пытаемся построить первый график вот она причем вот смотрите департамент имущества я здесь явно задал сумма и дата ну вот я уже не первый раз здесь захожу в типка так он работает вот хорошо уже я его изучил понимаю что я могу поменять здесь на дату дату она здесь предлагает выбрать я предлагаю дату по годам пусть все будет как но я уже чувствую здесь не то сейчас покажу почему когда мы построим следующий правильный график у нас 2013 год забьет все остальные внимательно посмотрев я смотрю что она построила мне все-таки не по сумме видимо почитала количество сколько встретилось дат ну мы уже разобрались поэтому берем здесь меняем здесь у нас должна стоять сумма где-то нас к сожалению недостаточно вижу все построили и видите 12 2013 год все забил ну поскольку я смотрел табло вернемся графику табло мы его можем посмотреть в ролике или посмотрим здесь вот график мы посмотрим сейчас свините листаю вот видите здесь 2013 года нет и в ролике автор показывает что он 2013 год исключает с помощью специальной операции которая есть табло мы снова смотрим типка здесь понятно что интуитивно что это должны быть фильтры и вот фильтр я пытаюсь не вижу никакого исключения к сожалению может быть она есть но если она есть это говорит о том что у них интерфейс не интуитивно понятный и беру дату двигаю движок но то у меня движется не по годам а по дням и вот здесь я могу совершить очень легко ошибку вот либо я уберу часть данных так и есть 12 месяца либо я оставлю 2013 лучше оставлю 2013 получили такой график но это график по все по всем предприятиям а мы хотим получить по какому-то конкретно но здесь еще есть один фильтр я им конечно воспользуюсь вот я здесь какая-то 256 меня не интересует а вот оставлю одно предприятие малое так и мы видим вот по малому предприятию график но я бы хочу сравнить их все три вместе ну по логике я мог бы сейчас нажать кнопку добавить следующий график вот он у меня она мне строй другой и строит по ходе это департаменты вот а тут что непонятно число строк а я разве этого просил я этого не просил хорошо я эту закрою и ну я уже понял что тут успеха не добьешься то есть я могу смотреть либо вместе их вот либо одно из них но я хочу посмотреть все три и сравнить три между собой вам не понятно что я хочу поэтому я воспользуюсь этой программы есть еще одна программа эта программа облик аналитик это новейшая разработка новосибирских санкт-петербургских ученых и программистов созданная на последних достижениях в области теории структур данных в теории графа искусственного интеллекта и попытаемся здесь лишить ту же задачи но первый я беру строю график вот здесь подписано тип это вид и строю по сумму вот она построила меня вот это вот взамен того график который типа здесь строит по датам строить да тот график мы еще не получили хорошо вернусь я к нему и раз я хочу по датам я делаю следующий шаг вот показать распределение и говорю покажи распределение по годам и она строит вот такой график теперь вот здесь нам мешается 2013 год на который пришлось больше всего субсидий он добивает остального но я делаю небольшое движение видите здесь все понятно значит что мне здесь понятного смотрите внимательно вот я подпишу вот видно по годам все микро предприятиями то такую картинку малое предприятие такое видеть в 2008 году мало предприятие больше помещал смешалось потом им 2012 году увеличили а вот среднее предприятие почти ничего не получала если меня интересует среднее предприятие я буду рассмотреть вот видим картину по среднем предприятии это вот я воспользовался чтобы пример раскрыть программы облик аналитика но вернемся как по-русски говорят к нашим баранам вот и вот это я хотел получить но здесь есть еще одна возможность вот которую здесь я раскрыл в программе вот здесь я могу задать тип вид тип вот здесь его задам она отреагировала на построила вот ну она совершенно опять же не то она горит суммы и количество типов а я разве это просил то есть получается сравним с одной стороны сумму по годам а другой график количество типов совершенно вы не будете никогда гвозди сравнивать с печеньем вот здесь сравнивает вот и к сожалению я получил результат все таки сейчас не могу вспомнить а вот как я получил дальше я снова вмешиваюсь сюда вмешиваюсь сюда и вот здесь говорю ты поставь мне все таки сумму вот поставила но опять же количество сумм она мне ставит почему количество потому что здесь она поменяла то мне все все ну года то у меня стоят а ну да внизу года опять же я не пойму потому что я хочу по типам я начал задавать то не нужно тип и сумму вот ну вот мне не мне не удалось эту задачу здесь решить вот я ее решил все-таки в табло вот к сожалению 10 дней отведенные мне компании табло истекли мне пришлось делать ночевом компьютере и и сюда принести только картинки значит вот смотрим мы вот смотрим имеем вот такие картинки вот в табло я решил видите вот я имею ввиду имею три линии по это самое малопределять средний и так далее это конечно не то что получилось в этом так что получилось в облик аналитики но вот в облике аналитики но тем не менее это какое-то решение а в тип к я его не получил вот теперь возьмем другую задачу другой задачи конечно интересовало меня я здесь лучше построю вам будет понятней вот интересовало меня так интересовало меня так 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 ладно еще извините я могу посмотреть здесь посмотреть здесь какие виды предприятий снова получили какие-то суммы вот она построила за график я хочу вот именно для малого предприятия посмотреть здесь есть ведь их имена вот видите они у нас какие предприятия кто из них сколько получил чтобы выявить счастливчиков и несчастливчиков ну я для этого здесь построю график график такой возьму и именно именно предприятия возьму сумму которую они получили вот она мне построила вот этот график конечно видите он какой вот так вот длинный естественно там три тысячи столбцов здесь у меня и вот он в таком виде но я просто знаю что его можно привести к виду вот такому это сейчас думает долго да и вот она выявила здесь счастливчиков я вот могу их посмотреть кто такие ведь она сверху пишет и более того посмотреть здесь вот так вот посмотреть видите вот этот счастливчик он получил две субсидии и кстати в этих в тысячах рублей 300 30 миллионов 864 тысячи и все что содержится здесь я могу увидеть и здесь вот у меня есть прямая интерактивная связь с таблицей она есть обратно но я этот показал только для того какие цели ставил сравнивая две системы табло и тип теперь вернусь я к тип к вот закрою вот это закрыть и снова попробую значит что я должен взять я должен взять сумму тогда то уберем и имя и построить вот построю снова департамент нету строит но мы уже опытные мы меняем здесь на имя вот она мне все таки построит но я мы уже знаем опытные что здесь у нас число строк показывает мы меняем на сумму на сумму все мы получили такую картинку мы видим что кто-то здесь получил больше вот на самом деле я здесь каким-то образом обнаружил что здесь можно сортировать это очень важно терапевт хорошо пусть отсортирует и вот мы видим все кредиты как бы собрались здесь но кто эти счастливчики вот мы не видим здесь здесь вот есть еще одна возможность функции визуализации вот пришлось этим конечно при их интуитивном интерфейсе долго возиться вот и вот здесь я могу конечно подвигая получить какой-то результат положительный что ты у меня вот что-то какой-то график непонятный все-таки получил сумма по имени все правильно вот я получил наконец что я хотел но вот так я могу побегать конечно посмотреть но тут есть интерактивная связь с таблицей вот я щелкнул я поскольку это дело изучал она здесь не где-то выделила эту строку вот но мы ее не найдем мы ее не найдем вот значит это вот мы видим тип к в табло вот автор того ролика который вам показывал он к сожалению эту задачу не решала она более интересная и более сложная но я за него решил и вот я заказал дело к сожалению на чужом компьютере вот эту картинку я сюда все равно загрузил вот где она у меня уже не загрузил так благодарю за внимание до свидания вот перед нами открыт график это выдача субсидий предпринимателем москвы тот который хотел получить из-за которого мне пришлось сейчас прерывать видеозапись мы видим в нем что к под каждым столбиком есть надпись если мы вернемся в тип к то видим проблема здесь у меня возникла в том что у меня нет надписи под столбиками ну хотя есть та же самая возможность подводя курсор и видеть что-то конечно тот вариант который в табло он лучше он более информативный но у тип к есть еще одна возможность которую на этом примере нельзя демонстрировать я могу могу кликнуть по сапсу и она здесь где-то эту строку мне выделит ну вот я ее здесь пытался уже искать не нашел табло такой возможности нету если мы вернемся к программе программе это у меня график того я занес базу знаний вот этой системы то здесь мы видим вот она она сразу мы видим что 307 вот этих суд субсидий правильно это безвозвратно были выданы этому предприятию ну там все видно когда вот и вот к сожалению значит тип к они выделяют там строку в этой таблице но не фильтруют и она теряется ну вот если подвести итог если подвести итог то в табло работать легче интерфейс там более интуитивный он не имеет не имеет тех искажений которому нет мы столкнулись здесь в начале демонстрации я даю одно мне в ответ выдается другое вот но все-таки мне нравится больше табло но у тип к есть преимущество пред табло это есть все-таки интерактивно а вот преимущество вот видите она таблица даже перед нами вот в табло она отдельно существует и попробуем вот эту интерактивность вам все-таки я попробую продемонстрировать хоть это сложно здесь нём мы строим снова но сдаем также но она построит что хочет мы с этим согласимся если я теперь вот по этой кликну о видите это вот те строки которые породили вот эту величину вот но это хорошо что так я могу их видеть но есть и другая здесь проблема я вот поэтому кликну маленький и здесь есть тоже строки которые породили тут столбик но мы вот она я нашел и и должны искать и вообще говоря этого мало я хочу хотел бы по ней фильтровать значит тип к конечно мне вызвало затруднение может быть даже проблемы вот если я хотел что-то исключить то есть в табло исключающие фильтры здесь этих исключая фильтров напрямую я так и не нашел и вот это по дате когда я работаю с годами вынужден здесь по дням вот это листать вот тоже неудобно то есть я должен быть возможность фильтрах задавать конкретные значения и так благодарю за внимание для демонстрации я использую вот эту программу это программа облик аналитик напоминаю разработка новосибирский санкт-петербургских ученых программистов и спасибо за внимание до свидания